Приветствую всех, кто смотрит этот ролик. В этом видео мы поиграем за Италию в игре Heart of Fire 4, а именно попробуем возродить Римскую империю как можно быстрее. Не будем затягивать, начнём. По исследованиям тут всё абсолютно стандартно. Нужно сделать упор на промышленность и развитие ресурсов. По промышленности строим фабрики до 1939 года, а после уже военных заводов. Военные заводы раскидываем по дефициту производства. Также начинаем производить арту, ПВО и конвои. На войну с Эфиопией назначаем всю имеющуюся арту и выбираем соответствующих генералов. Авиацию назначаем на всех генералов и выбираем поддержку с воздуха. Не забываем покупать ресурсы у других стран. С Эфиопией мы разобрались очень быстро и 16 марта 1936 года она полностью капитулирует. Сразу начинаем оправдывать цель войны против Франции. Переделываем полностью арм. Одну армию составляем из регулярных частей и отправляем на границу с Францией, а не регулярные части на границу с ее колониями. 28 октября 1936 года объявляем войну Франции. Начинаем атаку на всех фронтах. Нужно успеть до 1937 года, пока Франция не ступит в союз с Великобританией. Война шла с переменным успехом. Где-то мы пробивались, где-то просто стояли в обороне. Но в итоге, к 6 июля 1937 года, мы полностью взяли Савуя и еще большие территории во французских колониях. Конечно же, 27 октября 1937 года Франция вступает в союз с Великобританией, но благо к этому моменту я отвел некоторую армию на защиту своих территорий. 1 января 1938 года я пошел в масштабные наступления по всему фронту. И наши войска шли просто отлично. Вступаем в ось, чтобы нам было легче наступать. В какой-то момент французский фронт посыпался, и к 17 февраля 1939 года Франция капитулирует. После выполнения фокуса «Иберийская защита» начинаем готовить морское вторжение в Британию. Морское вторжение лучше делать через Северное море, потому что в Ла-Манше мы никак не получим превосходства на море. В какой-то момент бот снимает флот, и наши войска занимают побережье Великобритании. Восемнадцатого ноября 1939 года Лондон пал. Но и к 24 ноября 1939 году весь альянс «Союзники» капитулирует. Границы получились неплохие, правда Рейх просто уперся в центр и шампань, и не отдавал нам. Но все высшие колонии мы забираем под наш контроль. Также забираем весь флот в Великобритании, это нам понадобится в будущем. Следующая цель стала Греция. Начинаем оправдывать цель войны, параллельно меняем шаблон пехотных дивизий. Закидываем много допрод. 13 апреля 1940 года объявляем войну Греции и призываем к войне Югославии. 12 августа 1940 года Греция капитулирует, и мы забираем все ее территории. Так как на Грецию был гарант Румынии, мы отводим основную армию на фронт с Румынией. Война в горах была очень трудной, но к 12 декабря 1940 года Румыния капитулирует. После этого начинаем готовиться к войне с Рейхом. За счет понижения автономии аннексируем Югославию. Также без боя аннексируем Испанию. 16 августа 1941 года объявляем войну Ирландии. Через 9 дней войны Ирландия капитулирует. Также все страны Южной Америки вступают в наш альянс. На Советский Союз нападает Рейх, а значит это лучшее время для нападения на Германию. Мы полностью готовы к войне, и я думаю, что мы можем идти в наступление. 5 марта 1942 года Болгария капитулирует. Отправляем эту армию на границу с Ветрией. 12 апреля я сделал небольшую передвижку на фронте, чтобы восстановиться и перегруппировать армии. К этому моменту Бельгия уже под нашим контролем. 18 июня начинаем новое наступление. Теперь наша цель соединить армии Востока и Запада и организовать крупное окружение на этом направлении. 21 июля две группы армии соединились, и мы успешно организовали окружение. Организуем морское вторжение в Данию и Норвегию. 6 апреля наша армия заняла побережье Дании. Сразу же направляемся на Капканин. После нескольких попыток наступления я понял, что в лоб мы не пробьемся. Но это не проблема. Мы просто начинаем готовить морские вторжения на территорию Рейха. 9 августа 1943 года высаживаемся в Норвегию и захватываем Ослов. Начинаем готовить морское вторжение на территорию Передней Побирань. 20 ноября 1943 года мы успешно высадились на территорию Германии. Сразу же начинаем наступление на Передней. 1 декабря 1943 года Берлин пал. Германия полностью капитулирует. Направляем всю армию на Веткаль. По итогу 20 декабря 1943 года весь Альянс Ось пал. На мирной конференции я не стал делать марионетки, а просто покрасил Германию и часть Веткри. Советский Союз забрал Польшу и Чехословакию, а часть Германии сделал марионетку. Теперь наша последняя цель – Турция. 2 февраля 1944 года объявляем войну Турции. Турция не оказала никакого сопротивления. Забираем все ее территории. Ну и для галочки объявляем войну Швейцарией. Швейцария не оказала нам никакого сопротивления и она тоже Кабин. 2 апреля 1944 года Римскую империю можно считать возрожденной. На этом ролик подходит к концу. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok